На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация мероприятий по межрегиональному обмену опытом в сфере развития промышленного туризма. Участниками форума стали представители предприятий Кемеровской и Челябинской области, а также Хантамансийского автономного округа. Гости уже познакомились с работой первого в России Центра компетенций по развитию промышленного туризма, поделились на стратегической сессии своими наработками в этой сфере. Далее им предложили пройти по новому экскурсионному маршруту. Еще не открытый маршрут должен объединить цеха ММК и метизно-калибровочного завода. Пройдя по нему, гости смогут узнать о продукции, которую метизное производство выпускает из сортового проката комбината. Они идут у нас по маршруту сортовой цех ММК «Метиз». Наших участников мы попросим найти и отметить какие-то недочеты в этом маршруте. Прямо отметить, что мы возьмем себе на вооружение, у нас тут двоякое задание. То есть мы возьмем себе на вооружение, отточим этот маршрут до таких же высот, как у нас сделан маршрут украшения огня и будем принимать туристов. Для замечаний и дополнений выдан чек-лист. В нем собраны все важные критерии организации экскурсии, ориентируясь на которые, гости должны понять, как создаются безопасные маршруты. Запасные места есть, запасные для остановки группы. Накопив за последние четыре года довольно успешный опыт создания экскурсионных маршрутов, с этого года комбинат не просто начнет активно передавать его другим. Он станет главным обучающим центром страны, где будут реализовываться самые передовые наработки. Я думаю, что в последующем мы сформируем отдельные программы по обучению экскурсоводов на предприятии, отдельные программы для того, чтобы со всей России могли приезжать не только региональные команды, но и предприятия поодиночке для того, чтобы смотреть, как организован экскурсионный процесс. И, соответственно, дальше уже пойдем в более узкие специализированные образовательные программы, которые помогут продвигать это направление. Видя в этой сфере деятельности огромный потенциал поддерживать активное развитие промышленного туризма, агентство стратегических инициатив, начало давно, став для комбината надежным партнером. Сейчас мы понимаем, что промышленный туризм – это тот инструмент, который может быть точкой роста для продвижения нашей промышленности, как с точки зрения экономики, так и популяризации среди, в первую очередь, наших жителей, молодежи, ну и туристических групп. Готовность внедрять у себя промышленный туризм сегодня выразила уже 53 региона, поэтому такие обучающие экскурсии проходить будут часто. Причем их организаторы обещают, что, исходя из потребностей предприятия, они будут видоизменяться и дополняться. Однако участники первого межрегионального форума по обмену опытом заявили, что уже нашли немало фишек, которые готовы внедрить у себя прямо сейчас. На высоком уровне все организовано, начиная от подбора размеров одежды, организации выдачи, пропускной режим, автобусы, транспорт, логистика, как нас перемещают, это надо брать на вооружение. Сама форма проведения мероприятия, то, что ее проводят специалисты разных направлений, настолько все организовано замечательно, что аналогов пока я еще не видела. Даже опрос проводят по итогам проведения этого мероприятия. Это называется аналитическая работа. Аналитическая работа, готовность выслушать не только слова благодарности, но и какую-то критику. Так могут только сделать те, кто уверен в своих силах, кто готов дальше развиваться. Татьяна Артеменко, Владимир Овенский, телекомпания ТВ.